друзья приветствую вас вечерний обзор давайте рассмотрим какие события происходили какие есть новости и какие движения ожидать от доллара евро нефти рубля сегодня на вечерней сессии давайте начнем с календаря событий что у нас здесь происходило сегодня ежемесячный отчет и cb речь лагард все это евро не поддержала евро полетела вниз так далее 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 ввп соединенные штаты 43 процента на 0 2 процента лучше чем прогноз на самом деле это не такое значительное лучше она в пределах статистической погрешности так дефлятор чуть меньше здесь ничего страшного нету далее число первичных заявок на получение пособий по безработице почти на 10 процентов меньше чем прогнозировалась и соответственно еще больше эта разница с тем что было в прошлый раз посмотрите на самом деле несмотря на то что эти данные позитивные они если рассматривать большой исторический промежуток они не позитивные потому что до кризиса двадцатого года было 200 тысяч в неделю новых заявок соответственно вот эти данные они говорят о том что пока экономика она не пришла в равновесие не и не сбалансировалась так друзья дали десятилетний трэжер и соединенных штатов они пытаются это дневной график прекратить падение консолидироваться и пойти наверх если такой сценарий реализуется это будет не очень хорошо особенно для мировых фондовых рынков так далее викс индекс страха и волатильности дневной таймфрейм но здесь у нас как бы все готовится для того чтобы пойти наверх вот эти шпильки пошли вот такие шпильки они начинают раскачивать лодку и вызывают неуправляемое движение наверх но на самом деле здесь стопы собрали позиции набрали те кто надо и теперь можно сходить наверх так далее индекс доллара ну считай индекс страха номер два вот что тут у нас 92 и 5 пробили соответственно неделя если закрепляемся выше этого значения то весьма вероятно что у нас в начале следующей неделе уже цель движения будет 94 возможно ли что это движение не произойдет да возможно если будет коррекционный откат и пробить и 92 и 1 в этой ситуации вероятно наиболее вероятно что это движение захлебнется так друзья дали индекс smp 500 среди на фьючерс 3880 сегодня пробивали но пока вы купили пока вы купили соответственно если закрытие будет выше этого значения это позитивно это будет говорить о том что завтра ну или в понедельник отсюда весьма вероятно возникнет отскок цель которого будет 3930 вот если сейчас закрываемся ниже то это в большей степени указывает на то что вот этот нисходящий тренд он как минимум приведет в район 3800 так далее bitcoin тоже дневной таймфрейм но здесь двойное дно фигура не реализовалась поэтому в ближайшее время если не будет сегодня завтра затягивание на 52 тысячи и консолидация то bitcoin ожидает дальнейшее движение первая цель будет 48000 потом соответственно движение на 44 300 так друзья дали евро доллар недельный таймфрейм но вот сегодня пробили уровень 1790 соответственно сейчас весьма вероятно евро перейдет торговаться вот в этот диапазон нижняя граница 1636 верхняя граница 1790 этого не произойдет если на этой неделе мы закроемся выше 1 целый 1790 вот но не похоже пока что все к этому идет скорее движение хотя бы на одну целую 17 она продолжится вот сюда вот так но давайте посмотрим часа век по часа веку здесь попытка коррекционного отскока цель этого отскока движения на одну целую 18 вот но если здесь будет добить и 1 целый 1755 то никакого движения наверх не произойдет и отсюда разовьется движение со следующей целью 1 целый 17 но на что хотел бы обратить внимание по евро пока нету разворотной модели уверены которые бы указывал на то что евро отскочит и будет расти в доллар да вот здесь сейчас если не будет пробития отскок возможен но здесь нет четкого сигнала который бы с высокой степенью вероятности подтвердил что его разворачивается и начинает россии так друзья далее нефть бренд по нефти бренд у нас пробитие 62 произошло и соответственно дневной таймфрейм указывает на то что открывается дорога вот сюда вот на пятьдесят шесть и восемь пятьдесят шесть двадцать пять вот сюда в этот диапазон это по дневному таймфрейм но по часа веку здесь картина на отбойное движение цель которого будет но сначала шестьдесят три четыре потом возможно на 64 и 164 2 вот сюда в этот диапазон что происходит с нефтью вроде бы там огромный контейнеровоз все перекрыл вот но здесь на самом деле слабый спрос в азии и нефть из-за этого продавливают так мы и возвращаясь к новостям то что касается вот этого огромного корабля который все перекрыл так мы здесь как бы получается вот эта вся ситуация с советским каналом она очень печальная потому что там огромный танкер не танкер прошу прощение контейнеровоз вот этот красавец ever given у него гидвейт около 200 тысяч тонн а это значит общая масса включая грузу жидкости и так далее вот но примечательно то что светский канал там рекомендуется проход судов с дидвейтом не более 150 тысяч тонн вот опять же это не такое железное правило в отличие там допустим от высоты от посадки от ширины вот но насколько мне известно такая рекомендация есть то есть все-таки судно но немножко тяжелее чем в общем-то рекомендуется для прохождения по по этому каналу и соответственно то есть ну видимо моргнул капитан кто-то писал вначале что там песчаная буря возможно там не знаю капитан что-то напутал перепутал и соответственно из-за этого она села причем она так села что она закрыла весь канал то есть у него нос находится на одной стороне задняя часть находится на другой стороне работает команда буксиров команда копателей насколько я слышал вроде бы российский мид выступил с заявлением или с информацией о том что это на несколько недель я думаю до конца этой недели вопрос будет решен канал откроют и сюда пойдут здесь что в общем-то негативно дело в том что это не и светский канал это не только для транспортировки нефти это вообще крупнейшая мировая морская артерия который позволяет из одной части по ушали быстро попадает другую часть по ушали ну и соответственно это может вообще на мировую экономику повлиять если не дай бог светский канал простоит еще какое-то длительное время так друзья но тем временем выступает байден и он видит рост 6 процентов до конца года ну и переходя на график американского индекса снг мы видим что речь байдена на общем-то поддерживает индекс по часовому таймфрейму и помогает ему закрепиться в районе уровня 3900 так друзья переходя к нефти бренд но смотрите по часовику здесь с высокой степенью вероятности сформировалась модель для отскока цель движения 63 с половиной так друзья далее золото четырехчасовой таймфрейм здесь смотрите какая ситуация сегодня был ложный пробой 1721 вот но тем не менее цена не закрепилась ниже 1721 это позитивно и сейчас ближайшие часы сегодня завтра если не будет добить и и пробой 1720 1719 час немножко смещается этот уровень вот то мы сегодня до конца дня либо завтра с получим отбой от этого значения и движение на 1735 1736 вот сюда вот к этому значению так друзья далее серебро серебро на вечерке не смотрю из-за того что у него ликвидность но сейчас картина очень интересная потому что был пробой 24 925 пробой оказался ложным его сразу практически вы купили движение на 24 1 не развернулась вот и текущая ситуация по серебру такова что если сегодня завтра с утра не будет повторного движения с пробоем 24 924 8 вот этого диапазон чека то у нас отсюда разовьется дальнейшее движение вверх которое уже приведет завтра в понедельник на 25 и 6 вот сюда вот к этому значению так друзья дали рубль-доллар юсд эту мору здесь есть позитивный момент который заключается в том что сегодня все идет к тому что закрытие будет под 76 и 2 и таким образом рубль-доллар уходит торговаться вот сюда в этот диапазон 75 55 76 25 если смотреть часовик то по часовику сейчас вот идет борьба за 76 и 2 если здесь пробитие сейчас происходит а судя по движению в нефти это весьма вероятно то у нас наиболее вероятность сценарий это закрытие торговой сессии на 76 75 и 8 вот здесь в этом диапазоне если здесь пробой не будет в ближайший час то у нас весьма вероятно будет отскок от сильного уровня и попытка сходить на 76 и 5 вот сюда вот но движение которое развивается в нефти указывает на то что больше вероятность что здесь будет пробой уровня и движение куда-то вот сюда вот так друзья далее фьючерс на индекс ртс 4 часовик сразу беру здесь интересная картина потому что 139 500 так и не пробили был ложный пробой который сразу от купили таким образом если сейчас не формируется повторное движение цель которого пробитие уже 139 тысяч то соответственно здесь у нас идет набор позиции который приведет к отскоку отсюда на 142 тысячи судя по часовому таймфрейм и действительно большая вероятность отскока и движение на 142 142 500 вот сюда вот в этот диапазон однако помним пробитие 139 она ведет к развитию движения на 135 134 500 вот судя по нефти пока негатива нету то здесь более вероятен отбой движение к верхней границе друзья все основные инструменты спасибо за внимание успешных торгов всего наилучшего